Микс Ньюс. Добрый день или добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Как мы уже анонсировали, депутат Сейма Игорь Пименов. Добрый вечер. Здравствуйте, Абек. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Да. Много было событий и на этой неделе. Естественно, в прошедшем году еще больше событий. Сейчас попытаемся, насколько успеем, расставить какие-то акценты. Вот, Игорь, если так вкратце, поскольку уже мы так живем январем, Новым годом, но, тем не менее, если вкратце подводить итоги, вот на ваш взгляд, вот прошлый год, это был год каких-то упущенных возможностей, не знаю, в экономике, в освоении еврофондов, год какой-то стагнации или это достаточно успешный год, на ваш взгляд. Мы знаем, что говорит правительство, что хорошо, а будет еще лучше, но вот как, если реально? Вы задаете, ну, почти риторические вопросы, на них отвечать содержательно сложно и долго. Ну, попытайтесь так. Тезисно, да. Тезисно, да. Я не помню случая, чтобы мы не говорили с вами в вашей студии об экономике, не понимая эту тему, о том, как развивается экономика и что в экономике есть. Я каждый раз обращал внимание, что по большому счету, хотя иногда в некоторые годы Латвия демонстрировала 3-4% роста, да, да, то эти годы ушли в былое и теперь даже 2% иногда представляются хорошим достижением. В целом экономика, на мой взгляд, она находится в состоянии стагнации. Это закономерный результат той политики, которую проводят в нашем государстве одно правительство за другим, осуществляя ту финансовую политику, которая была заложена в основы финансовой политики Европейского Союза, подписанием фискального компакта, соглашения межправительственного, которое называется соглашение о координации, стабильности и управлении в экономическом и монетарном союзе. То есть в основе этого закона, в основе этого соглашения межправительственного, это политика ведения дел с минимальным, практически микроскопическим бюджетным дефицитом. Соответственно, это приводит к тому, что просто из экономики изымаются деньги, а в капиталистической современной экономике, в свободно-рыночной, это неизбежно приводит к тому, что сокращается объем инвестиций, что государство инвестирует недостаточно денег и проценты роста экономики в целом очень малы. В 2008 году, и я, кстати, тоже рассказывал однажды в разговоре с вами в этой студии, был составлен очень серьезный доклад Мирового банка, который проанализировал историю развития государств, которые показали замечательный рост в последние 40 лет, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Тайвань. И они пришли к выводу, что для того, чтобы обеспечить выход на какие-то средние, среднемировые экономические рубежи, надо давать 7% роста в год, а для этого обеспечивать совокупные инвестиции в экономику своей страны, частные и, что важно, государственные, публичные, не менее 35%. Всегда, если меньше, темпы роста небольшие, и государство неизбежно оказывается в самом низу списка развивающихся государств. Латвия и значительное количество государств Европейского Союза повторяют всю эту историю. И хотя, несмотря на это, наш премьер настаивает категорически, что политика строгой экономии – это то, на чем строится грядущее процветание Латвийской Республики, на что он свои взоры устремил в будущем, сказать трудно, хотя он говорит о том, что наша цель – скандинавская модель, но чтобы обеспечить скандинавскую социальную модель, необходимо значительные финансовые вливания в развитие не только социальной структуры, но и конкурентоспособность государства, которая, собственно говоря, в этом и обеспечивает стабильность социальной стране. Каких-либо шагов мы об этом не наблюдаем. Больше того, заморожена на прошедший 2019 год и, скорее всего, и на 2020 любая реформа в налоговой политике, а это означает, что мы не можем рассчитывать, в том числе и на тот механизм, который, строго говоря, остался единственным в нашем распоряжении после того, как мы отказались от самостоятельной монетарной и фискальной политики. Да, ну, насколько я понимаю из комментариев экспертов, что вот этот 2020 год, он фактически пройдет уже без еврофондов, потому что вот эти оставшиеся средства, которые вот на этот 7-летний период были выделены, уже фактически Латвия все распределила. Уже не будет денег на дороге и так далее, и так далее. Знаете, сейчас, ну, не совсем так. Я не могу сказать, я сейчас не готов называть конкретные числа. Была там суровая баталия во время вот президентства Финляндии в Европейском Союзе, и наши специалисты делали очень много для того, чтобы Латвия в ряду других государств, которые, развитие которых отстает от среднеевропейского, все-таки сохранило какие-то возможности пополнения своего бюджета за счет европейских структурных денег. Денег из европейских структурных фондов, но при всем при этом, и кое-что было достигнуто, но я готов был бы комментировать, после того, как мы получим окончательный результат всех этих переговоров, я жду его, ну, в феврале месяце. К этому времени, если у нас встреча состоится, я готов вам рассказать об этом. Сейчас нет. Да, ну, мы знаем позицию правительства, Калинич не уставал повторять, что они попытались принимать бюджет вот на этот год без изменений в налогах, ну, мы знаем, что поменялась акциз на топливо, но он был, это изменения еще были запланированы предыдущим правительством. Все изменения готовятся на 2021 год. Видимо, дискуссия всеми еще впереди по этому вопросу. Но если бы вас спросили вообще, что нужно менять в налоговой системе, на ваш взгляд? Вы знаете, я как прихожу к вам, опять-таки, я всылаюсь на наши разговоры, потому что это, наверное, единственная площадка, где я чаще выступаю публично, и сразу запоминаю о том, о чем я говорил последний раз. Я говорю об одном и том же, о введении решительной политики прогрессивизации налогоподоходного из физических лиц. А имеет ли это смысл при том, что, в принципе, зарплаты еще, ну, очень сложно будет определить? Вот не только, нет, сейчас объясню. Речь не о том, что это будет распространяться на зарплаты, только необходимо облагать любые доходы физических лиц, в том числе это доходы и на капитал, и на прирост капитала. То есть на продажу и куплю акций, на дивиденды сейчас, по большому счету, они просто не подлежат действию принципа прогрессивности налогообложения физических лиц. Это источник пополнения бюджета, ну, кроме того, это просто политэкономически справедливо и обоснованно. Об этом просто предпочитают не говорить. Я несколько раз выступал в бюджетно-финансовой налоговой комиссии, выступал всеми о том, что это надо делать. Реакция была просто тишина. Вот чтобы выходили и говорили, нет, это неправильно, ни под каким видом нельзя. То есть от обсуждения этой темы наши оппоненты в правительстве уходят. И в последний раз, большому счету, это тоже не получило никакого комментария, в заседании под комиссией по налоговой политике, которая была создана в середине декабря прошлого года, уже остались три заседания. Мы заслушиваем точку зрения организаций, которые в большей или меньшей степени выражают интересы различных экономических сообществ, на то, каким образом действительно надо развивать и реформировать налоговую политику. Я сказал там свою точку зрения, она была принята как бы к сведению, но активной поддержки она тоже не получила. А всего-то навсего необходимо, в общем-то, воспроизвести ту политику, которая проводится во всем Европейском Союзе, за небольшим исключением. К этому исключению относятся Литва, ну да, теперь только Литва. В Эстонии тоже ввели прогрессивную шкалу. Латвия тоже в 1917 году приняла об этом решение, но правда эта прогрессивность очень блеклая, бледная. Кстати, одним из главных доводов против такого шага выдвигает то, что мы можем создать неблагоприятные условия для наших предпринимателей, которые в результате просто введут свой бизнес в соседние государства, в Эстонию и в Литву. В этом есть резон, безусловно, это является вызовом, но это также означает, что Литва, Латвия и Эстония должны по возможности интегрироваться не только в политических разных лозунгах, которые чаще всего приобретают характер следования к какому-то общемировому тренду западному, но и в проведении конкретных экономических мероприятий, реформ, которые бы объединили всё больше не только политиков, но и наших экономических рынков. Да, это, безусловно, необходимо, поскольку у нас значительная часть нашей торговли приходится на государства Балтийского региона, Эстонию и Литву. Говоря всё-таки о прогрессивности, всегда ведь будет сложно определить вот, не знаю, тот порог или тот уровень зарплаты, когда мы применяем более… Доходов, назовём доходов, да. Да, ну мы понимаем, что если речь идёт о зарплате, не знаю, 5, 6, 7, 10 тысяч, у нас есть такие люди, которые получают такую официальную заработную плату, но, наверное, это, по-моему, по статистике около 1%. Я вас понимаю. Речь идёт о том, что эти пороги доходовые, на которых будет меняться ставка и величина ставки, которая будет применяться, она не должна вводиться произвольно. Есть конкретная статистика, что называется good practices, то есть хорошая практика применения налоговой, прогрессивных налогов. Да, нам ничего изобретать не надо нового, да. Надо просто перенять. Там сделаны конкретные выводы, то есть там эти пороги привязаны к вполне конкретным величинам средней заработной платы. Я обращу внимание, что вот иногда наши бывшие оппоненты, а теперь, так сказать, товарищи, по счастью, оппозиционные политические деятельности всеми, политики Союза Зелёных и Крестьян указывают, что вот они первые, кто ввели прогрессивизацию подоходного налога в 2017 году, Ну, не очень удачно, она прошла, если честно. Я не говорю о всей реформе, но, в принципе, это был шаг, безусловно, в том направлении, за которым мы всегда выступали, поэтому и поддержали эти конкретные меры. Но эта прогрессивизация, она, по существу, привела, она означала просто снижение налога для значительной части зарплатополучателей. И только для очень небольшой части их была введена повышенная ставка в сравнении с той, которая была, то есть не 20, не 23, а 31,4. В принципе, введение прогрессивной шкалы налогообложения означало просто снижение налога, ну, действительно, снижение налога для большой части налогоплательщиков, но незначительное, на 3%. А это, ну, при всем при этом, одновременно, если вы помните, было принято решение о освобождении от уплаты подоходного налога предприятий. Это все означало, опять-таки, сокращение доходных поступлений в 2018 и в 2019 годах, поэтому государство, правительство было вынуждено искать другие источники пополнения бюджета. И вы тогда, вы помните, во-первых, все было по всем сусекам, по скребли, ухудшили, по большому счету, условия развития малого бизнеса, вот тогда стали поступать возмущенные письма, звонки и обращения предпринимателей, которые только начинают бизнес, потому что им было сложно это делать, тогда же еще увеличили среднюю, минимальную заработную плату. И самое главное, был повышен акцизный налог. Это означало повышение, в общем-то, цен в большей или меньшей степени на значительную часть товаров широкого потребления. Вот, в общем-то, как это сделало правительство Кучинского тогда. Но, обращу внимание, тут как бы нужно, ну, отделять семена от плевел. С одной стороны, да, мы за введение прогрессивного налогоблажения, с другой стороны, какой ценой все это обеспечивается. Тут, конечно, надо все просчитывать. Но нынешнее руководство страны не хочет об этом даже слушать. И их можно, как бы сказать, с точки зрения их интереса, их социальной группы, их можно понять, но это не означает, что это интерес всего государства. Да, ну, мы знаем, что в прошлом году премьер объявил годом капитального ремонта финансового сектора. Что после этого произошло, я думаю, и дальше радиосуществует... Так ничего-то не произошло. Ну, кроме того, что уплыло почти 12 миллиардов евро, да. Но вы имеете в виду какое мероприятие? Я имею в виду ликвидацию нерезидентского банковского бизнеса. Но этот ремонт в значительной степени был осуществлен по чертежам, которые рисовали не в нашем государстве, это была вынужденная мера. Если это называть ремонтом, так сказать, финансовой сферы, ну, тогда, наверное, многое, что произошло в нашем государстве за последние десятилетия, можно называть ремонтом. Да, такой вопрос, который я хотел все-таки задать. Обсуждаете ли вы и на подкомиссии вот так называемую бизнес-среду, потому что вот в рамках так называемого капитального ремонта, так это обозначил премьер, уже дело доходит до того, что и латвийская компания вообще сталкивается с тем, что им трудно открыть в латвийских банках счет. Счета закрываются. Да, я, ну, ко мне обращаются избиратели, которые указывают на следующие обстоятельства. Для того, чтобы вести бизнес, необходимо открывать счеты в банках. Для того, чтобы открывать счеты в банках, необходимо получать соответствующий код НДС в службе госдоходов. Там это тянется неделями, потом банк, поскольку код такой не получен, банк не открывает счет заявителю, узнав о том, что счет в банке не открыт, служба госдохода не предоставляет возможности ведения по существу торговой деятельности. Замкнутый круг образовывается. В результате перспективный предприниматель просто открывает счет в соседнем государстве, мы теряем налогоплательщика. Вот эта ситуация, которую мне поясняют налоговые консультанты, которые чаще обращаются с людьми, которые потом уже говорят мне сами, что вот необходимо что-то здесь сделать, как это получится, как мы выйдем из этого замкнутого круга, сейчас говорить сложно, безусловно это надо сделать. А начало все с того, именно с ремонта капитального, а именно избавления возможности отмывания денег в наших кредитных учреждениях, что безусловно правильное направление, но какими средствами это делается, как всегда, как привычно, это делается компанейски, сказать, по движению дирижерской палочки из-за границы. И еще, кстати, нет гарантии. Уходят наши предприниматели, причем в те же государства, в эти же государства, где эта палочка размахивает больше всего, и там они открывают свои счета и занимаются тем же самым. Наша латвийская держава остается в гордое и чистое от отмывания денег, но заодно и от отмывания, но и заодно от бизнеса. Это вызов. И я предполагаю, что правительство, даже нынешнее правительство, разберется с этой темой, будут какие-то принятые решения. Игорь Пименов у нас в студии, депутат Сейма от фракции «Согласие». Буквально пару минут рекламы, не переключайтесь. Добрый вечер, еще раз Игорь Пименов у нас в студии, депутат Сейма. Вот интересно, что вы работаете в комиссии, в частности, по бюджету, и этой комиссии доверенно так вот получилось. Можно это воспринимать, не знаю, с иронией, с юмором, с огорчением, но именно эта комиссия обсуждает судьбу Лижской думы. В первом чтении бюджетная комиссия поддержала процесс распуска Лижской думы. Сейчас, видимо, второе чтение окончательно будет отодвинуто. Как вы вообще все это воспринимаете, поскольку у вас очень большой опыт работы в парламенте, в политике вообще, и это какой-то беспрецедентный случай, что законопроект такого рода обсуждает именно бюджетно-финансовая комиссия, а не комиссия по госуправлению и делам самоправления? Это фарсовая история. Вообще слово фарс ключевое по описанию деятельности Сейма этого созыва. Вообще, не только в этом вопросе, да? Такого никогда не было. Людям, которые любят театральное искусство, я советую смотреть репортажи, видеотрансляции, заседания пленарных. Те, кто не получил удовольствие при принятии бюджета, еще имеют возможность, наверное, получить будет, когда будет рассматриваться. Ну, хотя бы вот это второе чтение закона о распуске Рижской думы, хотя возможны варианты, что он даже будет отозван в том случае, если Совет по конкуренции признает все-таки, что меры предпринятой Рижской думы для нормализации системы вывоза мусора соответствует правилам, значит, не нарушает правила конкурентности в нашем государстве, и тогда отпадет правовая основа, правовая формальная основа для распуска Рижской думы. Ну, так я вот пишу, может быть, я заблуждаюсь, там какие-то еще обстоятельства, но то, с чем выступал Пауцей Юрис, министр защиты среды и развития регионального, именно там это была ключевая причина, почему Рижскую думу, что до такого состояния доведена Рига, что, ну, Рижане, ну, можно послушать, что мы просто тонем в горах мусора, и поэтому надо думы менять. Это, конечно же, все политическое мероприятие, здесь нет никаких сомнений, это все задумано для того, чтобы снести думу, которая уже, ну... Десять лет политически неправильная, да? Те, которые уже, которые много лет, как бельмо в глазу у государственной элиты, с Рижской думой им не договориться, Рижская дума проводит иногда мероприятия, которые просто лишают многие группы интереса, возможности наживаться. Это они в последнюю очередь являются... В частности, это касается азартного бизнеса, ну, вот, я имею в виду игрового бизнеса. И я как бы немножко занимался этой темой, разбирался, готовя конкретные предложения в закон, ну, регулирующие, регулирование азартного бизнеса, это сфера экономическая. И убедился в том, что Рижская дума за последние годы делала много попыток закрыть игорные залы, сократить возможность, я скажу так, развращения подростков, молодых людей, приучения их к азартным играм, занятия, которые разрушают личность. И, к моему сожалению, я имел возможность наблюдать, как это происходит с людьми образованными, умными, красивыми. Эта зараза входит незаметно в характер, в личность. Человек сам не отдает себе отчет, то, что с ним происходит. Ну, в сухом осадке разрушенные семьи, разрушенные домашние очаги. И человек просто потерян для общества. Но я отвлекся. Вы задали в самом начале, упомянули одно обстоятельство, которое я хотел прокомментировать. А почему эта бюджетно-финансово-налоговая комиссия в Сейме стала рассматривать законопроект о распуске Ревской думы? А там было очень простое обстоятельство. Надо было гарантированно принять в первом чтении, вначале поддержку получить в комиссии в Сейме, а потом, значит, для того, чтобы просматривать национальное заседание. То есть, в принципе, там просто подходящий бугорской голосов. Там была ситуация. Наша коллега Любовь Швецова взяла отпуск за свой счет в самом конце декабря месяца. В результате там складывалось гарантированно преобладающее большинство депутатов от правящей коалиции, которые бы обеспечили автоматически просто принятие этого решения. Но это же абсурд. Я знаю, что перебиваю. То есть, если бы такое же большинство гарантированно образовалось комиссией, не знаю, по обороне внутренним делам, наверное, бы так... Полисоводству и змееводству. Это именно так. Я говорил об этом, что... Но это же абсурд. Безусловно, это не абсурд, это фарс. Но политический фарс, это вовсе не означает, что это незаконно. Безусловно, так оно и происходит. Так продавливаются решения. Причем это больше того, это... Ну, как вот, тут сейчас я кину камешек в огород, в правительство, а мне его обратно вернут в Рижскую дому. Когда мы принимали бюджет, всем, наверное, освежающий в памяти история, как нам сокращали возможности для выступления в пленарном заседании... Да, в результате сократили до одной минуты. Я бы пошел дальше, бы сократил на 30 секунд. Право, могли только сказать... Причем... Лабден, руки, и уйти. Каренч так сказал, что... А чего же вы хотите? Вот мы в Европейском парламенте, он только что оттуда приехал, скажем, прежде чем стать премьером, считали за счастье, когда мы получали возможность выступать целую минуту. Право, там 845 депутатов на секундочку, да? Да, безусловно, и гораздо больше. Но я не знаю всех обстоятельств. На самом деле, long speeches считается плохим тоном, но в нашем парламенте так заложено, что все выступления обеспечиваются некоторым минимумом минут, как и так это было всегда. Нам пеняют, что, а вот, дескать, Нил Ушаков лишил права такого же долгого выступления на заседаниях Рижской думы. Что я скажу? Нил Ушаков работал по правилам, которые приняты в нашем государстве. В каждой конкретной ситуации надо смотреть, что происходит. Можно говорить о том, почему это было сделано тогда на конкретном заседании Рижской думы. Но я-то работаю всеми, и я вижу, как все это обстояло. Наши основные предложения, они как раз приходились на заключительную часть обсуждения бюджета. Собственно говоря, самого бюджетного закона. Там были все конструктивные предложения. Там туда были заложены основные доводы о том, каким образом надо на самом деле построить бюджетную политику, с тем, чтобы обеспечить некоторые основы для экономического рывка. Там была основная критика политики, которую проводит правительство в области финансирования здравоохранения. Чтобы просто не дать открыть рот оппозиционным депутатам, такая мера была принята. Дескать, караул устал. Хватит уже болтать. Примерно. Ну нет, в этом была логика. Поэтому это было воспринято аплодисментами. Иначе ироничными, потом злыми со стороны оппозиционных депутатов. Но потом мы просто ушли из зала. Вот интересно, что как раз вы работаете не только в бюджетной комиссии, у вас такие две интересные комиссии, если мне память извиняюсь, еще и в комиссии по европейским делам. Да, как раз сегодня было заседание. Именно сегодня было заседание. Я так понимаю, что вас почти вниманием как раз глава МИДа, любитель ночных твитов, так я понимаю, Эдгар Салинкевич. И обсуждая ли депутаты с ним последние такие события вокруг Ирана? Да, но я должен оговориться, сегодняшнее заседание было закрытым. Бывают у нас такие форматы. Это означает, что я не должен комментировать детали обсуждения, которые состоялись, даже ответы на мои собственные вопросы, которые были заданы. Отмечу, что мода по ночам писать твиты пришла из Вашингтона. Этим занимается господин президент США в частности. Он тоже по ночам пишет. Литератор так? Ну, тогда это, наверное, это хороший тон, по большому счету. Мы знаем многих политиков об истории XX века, которые работали по ночам. У кого какой стиль. Твиттер тогда у них не было, но они работали по ночам в ходе лица. Нет, ну, с другой стороны, безусловно, главная тема, которая сегодня, я не раскрою большой тайны, потому что, собственно говоря, обсуждение, повод для разговора для встречи с господином Ренкевичем, был назван в повестке дня, и это никакая не тайна. Вот будет заседание, значит, Совета по внешней политике Европейского Союза. А, на самом деле, вот сейчас уже произошло. Вот сегодня должно было происходить, и он сегодня улетал в Брюссель. И речь шла, вне всякого сомнения, о том, каким образом будет перспектива урегулирования вот этого нового скоротечного ближневосточного кризиса, который начался... Ну, и все его, как бы, отсчитывают от убийства иранского генерала. Другие говорят, что это только было предложение, история, связанная с активизацией шинских террористов. Значит, массовыми демонстрациями вокруг американского посольства в Багдаде и угрозой, значит, и гибель американского контрактника на базе. Как следствие, это вот стало действием, которое предпринял совершенно ни с кем не посоветовавшись у себя дома господин Трамп, президент Америки. То есть, он не советовался с Конгрессом, как это известно, да, и направил дрон на высокопоставленных, не только иранских, но и иракских политиков, которые вместе проводили, ну, прямо скажем, антиамериканскую политику на Ближнем Востоке. Ну, наверняка вы уже за этим столом слушали ни одного эксперта, который по этому поводу высказывался. Ещё будем слушать, да. И будете, безусловно. Я поэтому не буду называть все обстоятельства, все это истории, но для меня представляло особый интерес. И я об этом, как бы, спрашивал господин Ренкевич в коридоре, поэтому это не составляет, наверное, никакой тайны. Меня интересовала, как бы, одна вещь, которую, в общем-то, как-то воспринимают как уже вполне совершенно очевидную. Налицо произошло нарушение системы международной безопасности. Государство одно убило ведущего политика государства другого, а на территории третьего. Что это, как ни нарушение международного права? Так оно и есть. Обращу внимание, что вот вторая часть, вторая статья устава ООН указывает, что все государства и, значит, организации Объединенных Наций в своих международных отношениях воздерживаются от применения угрозы силой или ее применения самой силой, а также угроз против территориальной целостности другого государства и политической независимости или любым другим способом, который не совместим с целями организации Объединенных Наций. То, что произошло, значит, в Багдаде с уничтожением Косема Сулеймани, это явное, совершенно открытое нарушение международного права. Когда мне приходится говорить с политиками не только в Латвии, не латвийскими, но и другими европейскими, они отмахиваются. Они говорят, что ты как бы остался в середине прошлого века. Именно. Вместе с тем, должен быть статус-кво некоторая точка отсчета, которая не должна быть нарушена. Мы не должны… Красная линия, как говорят по-своему, которую нельзя перейти, потому что если ты ее переходишь, ты рискуешь ввергнуть человечество в очень серьезные испытания. Вот я недалеко два дня назад слушал на эйхе Москвы разные обсуждения по этому поводу, там в связи с угрозой начала Третьей мировой войны, цитировал Сейнштейн. И вы поверили в Третью мировую? Да, на вопрос, как там, какими средствами будет вестись Третья мировая война, говорит, не знаю, но точно четвертая будет вестись каменными топорами. Об этом как бы это полушитя, полусерьезно говорили вполне авторитетные, ну, правда, может быть, не правительственные, но тем не менее авторитетные политики и общественные деятельности Российской Федерации на эйхе Москвы. Я к тому, что в Латвии все это воспринимается спокойно, но, по крайней мере, в социальных сетях напряжение продемонстрировано было. Это означает, что люди внимательно спорят за тем, что происходит. Может быть, такой вопрос, возвращаясь к делам латвийским, как раз сегодня Конституционный суд торжественно открыл новый сезон, если так можно сказать, и, оглядываясь на предыдущий сезон, президент выступил перед Конституционным судом и сказал у Атома, что вы приняли очень правильное решение в отношении языка. Я об этом не знал, что Атом выступал. Вот как вы вообще оцениваете всю языковую политику в свете решений Конституционного суда? Я так понимаю, что, по-моему, в феврале, в марте должно быть какое-то решение или промежуточное, или окончательно по вузам частным, которым тоже запретили преподавать, но по существу на языках, которые не являются официальными языками Европейского Союза. Как вы все это оцениваете? Абик, президент не упомянул, что два судьи Конституционного совета, Нейманис и Куч, да, Артур Скотч, выступили с особым мнением в отношении суда, решения суда по поводу латашизации частного школьного обучения. Ничего не сказал. Конституционный суд, третья независимая власть в правовом государстве, на мой взгляд, держит нос по ветру и выполняет те решения, которые стали хорошим тоном, бантоном Малтавистской республики. Уже в 2014 году, когда была принята, так называемая, преамбула к нашей Конституции. Документ ненормативного характера, он скорее такой пафосно описывающий и не способный повлечь за собой никакие правовые последствия, между тем используется очень активно в обосновании тех или иных решений, в том числе и Конституционным судом. На мой взгляд, эта ситуация из ряда вон выходящая. Она оспариваема в международном суде, и это уже происходит и будет продолжаться дальше. И я как бы отношусь к тому кругу политиков, которые будут использовать эту возможность в полную меру. Для этого конкретные шаги уже сделаны. Это не означает, что к нам придет какой-то сильный умный дядя, который все разрулит в нашей стране. Это не так. Это не так. Я убежден в том, что сохранение образования на русском языке состоится. Будет принято рационально гармоничное решение, которое, безусловно, никаким образом не нанесет никакого вреда для сохранения и развития в Латвии культуры и языка латышской этнической группы. Собственно, для этого и было создано независимое государство, с одной стороны. А с другой стороны, обеспечат интересы других этнических групп, которые называют традиционными или просто латвийскими национальными меньшинствами. В частности, в первую очередь, это касается возможности использования своего языка, сохранения культурной идентичности, и как инструмента обеспечения такой идентичности, обучения в школе на языке семьи. Это решение будет найдено, и я в этом убежден, но на это надо работать. Ну, фактически, в речи из европейских структур. Нет, я думаю, что здесь не надо дожидаться, опять-таки, умного европейского дядюшки. Здесь надо делать свои конкретные дела. Я обращаюсь сейчас просто ко всем служителям нашим, которые хорошо понимают риски латышизации школы с обучением на русском языке для сохранения культурной идентичности семей с тем, чтобы, в конце концов, надо сказать о том, что тот, кто это не принимает, кто против этого возражается, об этом сказать. Для этого есть разные средства. Я вовсе не предлагаю выходить на улицы сегодня вечером и выражать свой протест какими-то неправыми средствами. Нет, разворачивается система коллективных действий, которые ставят своей целью демонстрацию спроса на образование на русском языке в Латвии. В конце концов, этот спрос и является доказательством того, что есть в Латвии люди, которые хотят, чтобы их дети и внуки учились на языке семьи. Для 37% населения, жителей Латвийской республики этот язык русский. Здесь не нужно стесняться, здесь нужно оставаться гордым, говорить свою правду спокойно и просто. Вместе с тем, это вовсе не означает, что я сейчас пытаюсь всех загонять в какую-то противоположную крайность, и если ты русский, ты обязан защищать свой язык. Я не считаю, что это так. Пусть каждый решает сам. Есть разные интересы, и каждая семья сама выбирает, какое ей быть в будущем, но те, кто хочет увидеть себя в своих внуках, должны позаботиться о том, чтобы дети учились на языке семьи. Для меня это совершенно очевидно, причем это не мой выношенный довод, это заключение ОБСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству Европы, которая приняла конкретные рекомендации в отношении прав национальных меньшинств, приняв, ну да, это раз, это ГАХские рекомендации 96-го года. А право на это заложено в рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Совета Европы, которую Латвия артифицировала в 2005 году. Это вот эти два кита, на которых строится оптимизм, мой оптимизм о том, что эта ситуация будет принята и разрулена по уму, а не в угоду политическим интересам тех или иных групп, которые иногда называют элитарными в нашей стране. Да, спасибо большое. Много успели обсудить, наверное, еще больше не успели обсудить. Будем еще вас приглашать. Игорь Пименов у нас был в студии, депутат Сейма. Большое спасибо.